Продолжение следует... Церковь Иисуса Христа заразилась духом недовольства, неблагодарности и ропотов. Бог может проявлять небывалое терпение к неблагодарным людям. Продолжайте доверять Богу и верить Ему. Продолжайте благодарить Его, и Бог наделит вас силой, и вы начнете развивать в себе благодарное сердце. Сегодня в программе. Я дам вам формулу. Запомните ее. Она вам очень пригодится. А формула такова. Чем больше у вас есть, тем больше вам хочется еще, и тем больше вы становитесь недовольными. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Запомните эту формулу. Чем больше у вас есть, тем больше вам хочется, и тем больше вы становитесь недовольными. А вот как низшая природа, которую Библия называет плотью, действует во всех нас, как молодых, так и старых. А вот как это работает. Это вызов, и это немалый вызов для верующих в Господа Иисуса Христа в 21 веке. Для меня, как для вашего пастора, это тоже большой вызов, поэтому я с вами в одной лодке. Позволяем ли мы божественной природе, которую дал нам Господь Иисус Христос, когда Святой Дух сошел в нас, позволяем ли мы божественной природе действовать в нашей жизни, чтобы подчинять и побеждать нашу ветхую природу, с которой мы рождены? Потому что наша ветхая природа всегда склонна к недовольству, разногласиям, постоянным жалобам, ропоту и критике. Мы с вами прекрасно знаем, что многие в Церкви Иисуса Христа затронуты духом недовольства и жалобы. Помните формулу? Чем больше у вас есть, тем больше вам хочется, и тем больше вы, что, конечно, недовольны. Но позвольте засвидетельствовать вам из моей жизни. За почти 45 лет служения я увидел, что жалобы, ропот и недовольство всегда обратно пропорциональны благодарности, благодарному отношению в сердце человека. Ропот, жалобы и недовольство, поиск чего-то неправильного, на что можно пожаловаться, это противоположность благодарности. Попробуйте представить это как качели. Когда растет благодарность, уменьшается недовольство. Когда недовольство растет, благодарность уменьшается. Я никогда в своей жизни не встречал человека, который был бы благодарен за все благословения, которые Бог дал ему или ей, и постоянно жаловался бы на все, что ему или ей не нравится. Я не встречал таких людей. Я никогда не встречал никого, кто бы благодарил и славил Бога. Я не говорю о том, чтобы просто петь песни про славление. Люди могут петь, но при этом в их сердце нет ни капли благодарности Богу. Я говорю о сердце, наполненном благодарностью и хвалой за Божие благословения. Я еще не видел, чтобы такой человек жаловался, был недоволен и находил неправильное везде, куда бы он ни шел. И, кстати, как вы знаете, я жил во многих странах, на трех разных континентах, во многих городах по всему миру, и я могу засвидетельствовать вам, что отношение благодарности не имеет ничего общего с тем, что у вас есть в жизни. Некоторые из самых благодарных людей, которые запечатлелись в моей памяти, это те, у кого очень мало мирских благ. Мы видим это и в Америке, в самой богатой стране на Земле. Здесь депрессия и недовольство людей намного выше, чем в любой другой стране мира. И это самая богатая нация. Так почему же так происходит? Запомните формулу. Чем больше у вас есть, тем больше вам хочется, и тем больше вы недовольны. А теперь давайте откроем 15 главу книги «Исход». И посмотрим с 22 стиха и до 10 стиха следующей 16 главы. Это всего лишь отрывок из того, что долгое время происходило с народом Божьим. Мы видим, что фактически на протяжении всей своей жизни в пустыне, после того, как народ Израиля был освобожден от рабства, от боли и страданий, они жили в соответствии с этой формулой. Чем больше они видели, как работает невероятная рука Бога, тем больше им хотелось, и тем больше они были недовольны. Израильский народ в пустыне – очевидный пример неблагодарности. до этого они были по пояс в египетской грязи. Рабовладельцы Египта хлистали их плетьми по спине, и вот они сверхъестественно спасены и освобождены Богом. Но как только они столкнулись с малейшей проблемой, они стали жаловаться, роптать и критиковать Моисея и Аарона в своей неблагодарности Богу. Они отвергли все чудеса, которые видели собственными глазами. Они не услышали об этих чудесах от кого-то и не прочитали о них в Библии. Они видели эти чудеса своими глазами. Во-первых, они были неразумными. Во-вторых, они были неблагодарными. И в-третьих, они не верили. Я объясню все это через минуту. Они были неразумными, потому что жаловались на Моисея, который всего лишь являлся слугой Бога. Он не имел к этому никакого отношения. Он не обладал собственной силой. И они были неблагодарными, потому что Моисей делал все это скорее для них, нежели для себя самого. Ну и в-третьих, они не верили, потому что не могли поверить, что Бог, который отверз перед ними Красное море, может дать им все необходимое в пустыне. Во-первых, я хочу сказать вам из Священного Писания, что ропотники, они неразумны. Если задуматься, в их действиях нет логики. Помните, в самой первой проповеди этой серии я говорил о Новом Завете. Не о Ветхом Завете, а о том, что Новый Завет сказал нам о Моисее в 11 главе послания к евреям. «Верою Моисей отказался». И это название серии. Он отказался от золота Египта. Он отказался от власти Египта. Он повернулся спиной к дворцу фараона, чтобы отождествить себя с народом Божьим. Вы должны помнить, что Моисей не был забитым рабом, пришедшим к власти. Моисей не из тех, кто был никем и стал кем-то. Историю Моисея нельзя назвать от лохмотьев к богатствам. Наоборот, он выбрал путь из богатства, в лохмотье. Моисей не нуждался в общественном признании. Когда он выходил из дворца фараона, люди ему кланялись. Но он отказался от всего этого, чтобы стать слугой живого бога. Но для евреев это не имело значения. А почему? Потому что ропотники — это люди неразумные. Эти ропщущие люди не хотели смотреть фактам в глаза. Их не волновала правда. Они не хотели, чтобы их вводили в заблуждение фактами. Возлюбленные. То же самое и с фарисеями во времена Иисуса. Они роптали, жаловались и критиковали все, что делал Иисус. Когда он исцелял в субботу, они возмущались. Он исцелил в субботу. Вместо того, чтобы восхвалять Бога за исцеление, они не смогли понять, что это долгожданный Мессия. Они не смогли признать, что он — это тот, кто жил в величии и славе. Они не смогли распознать, что тот, кто сказал, да будет свет. И солнце, луна и звезды начали танцевать на своих орбитах. Они не смогли признать, что он — Господь славы. Но он отказался от своего величия. Он не отказался от своей божественности. Он отказался от проявления своей славы, чтобы прийти на землю. И это для того, чтобы каждый, кто верит в Него, был спасен навеки. Ропотники и недовольные люди неразумны. Они не умеют рассуждать здраво. Они не мыслят логически. Они не анализируют. Они думают иррационально. Послушайте, муж, который постоянно только жалуется, неразумен. Жена, которая постоянно в ропоте, неразумна. Родители, которые вечно жалуются на своих детей, неразумны. Итак, первое, ропотники и люди, которые вечно жалуются, они неразумны. Бывают те, кто критикуют только ради того, чтобы быть критиками. Во-вторых, ропотники — это неблагодарные люди. Эти люди просто неблагодарные. Вы заметите, что всех неблагодарных людей объединяет то, что у них избирательная память. У них короткая продолжительность концентрации внимания. Они концентрируются на частичной истине, чтобы доказать свою правоту. Прошло всего несколько недель с тех пор, как они своими глазами видели силу Божию, как Он спас их из земли рабства и избавил от армии фараона. Мы посмотрим 1, 2 и 3 стихи 16 главы Схода. «В пятнадцатый день, второго месяца, по выходе их из земли египетской, его зароптало все общество сынов Израилевых». «Так вот быстро?» Они сразу начали роптать. «Мы бы предпочли умереть шашлыком во рту». Это не то, что сказано в Библии, но, поверьте, это очень характерно для Ближнего Востока. «Мы бы предпочли умереть, чем испытывать боль от голода». Я сказал, что неблагодарные люди обладают избирательной памятью. Они вспомнили о горшках с мясом, но забыли о плитях на спине. Они вспомнили барбекю, но забыли о грязи. Они вспомнили о чесночном хлебе, но забыли чудесное избавление от Господа. И я молю Бога от всего сердца, чтобы каждый из вас, если вы оказались в такой ситуации, сегодня решительно сказали Богу, «Господь, мне нужно, чтобы ты освободил меня». Отвергните дух ропота, жалобы и критики. Повернитесь к этому духу спиной, и Бог наделит вас силой. Он начнет развивать вас благодарное сердце. Думаю, я буду прав, сказав, что найти вещи, за которые можно быть благодарным, не так уж и сложно. Правда ведь? Найти вещи, за которые можно быть благодарным, не составит труда. Я хочу признаться вам, у меня тоже бывает критический настрой. Но мой критический настрой в основном направлен на меня самого. Я сам себе критик. Да, бывает, я критикую идеи или взгляды других людей, но я не склонен критиковать людей за то, кто они. Всякий раз, когда я критикую кого-то, причина этому — их неправильные учения или взгляды. Но больше всего я обращаю свой критический настрой на себя. Я всегда был таким, но, слава Богу, Святой Дух вот уже 52 года взращивает меня. Сегодня, когда закрадывается неблагодарность, я быстро замечаю это. И напоминаю себе о том, что для меня совершил Господь. Когда я был молод, мне это давалось труднее. Теперь же Святой Дух немедленно побуждает меня быть благодарным. Я составил список всех благословений, которые Бог совершил в моей жизни за многие годы. И когда я начинаю его читать, уже через пару минут я славлю Бога и переживаю личное пробуждение. Режим благодарения — это лучшее противоядие от ропота. Но, послушайте, мы можем шутить и смеяться над неблагодарными людьми, а иногда над неблагодарным отношением в наших сердцах. Однако Библия относится к этому очень даже серьезно. Библия относится к неблагодарности настолько серьезным, что апостол Павел в послании к римлянам, первой главе, говорит, что неблагодарность приводит к нравственному упадку в обществе. Вы знали об этом, да? Это стихи с 21 по 23. Также во 2-м послании Тимофею, 3-й главе, 1-м и 2-м стихах, говорится, что неблагодарность — это признак конца времен. Бог может проявлять небывалое терпение к неблагодарным людям. Он терпеливо относился к Израилю. Он был терпелив с Авраамом. И я так благодарен, что Он терпелив ко мне. Он давал им манну небесную. Сладкую воду из горькой воды. Он дал им мясо. Он дал им все, что им было нужно. Но однажды Бог решил, что с Него довольна. А кто из вас верит, что однажды Бог скажет, с меня довольна? Он решил, что с Него хватит, поэтому послал им огненных змей, которые чуть было их всех не истребили. Бог безграничен в Своей милости. Но однажды Он скажет, «Я был достаточно терпелив, и с меня хватит». Пожалуйста, примите это как предупреждение. Для кого-то это предупреждение может быть последним. А задумайтесь, разве тот, кто спас вас из бездны ада, тот, кто спас вас от вечного проклятия, тот, кто спас вас от вашего заслуженного наказания, не даст вам все необходимое, не обеспечит вас тем, что вам нужно, а примера Иисуса достаточно, чтобы увидеть, как выглядит благодарность и верность. 40 дней и 40 ночей Он провел в пустыне. Он очень голоден. И вот приходит дьявол, начинает Его искушать. Однако Иисус по-прежнему полагался, на обеспечение своего Отца. Он по-прежнему не сомневается в обеспечении своего Отца. Он никогда не подвергал сомнению то, что Его Отец никогда не опаздывает. Неразумные, неблагодарные, недовольные ропотники отличаются неверием. Это не неверующие люди. Это люди, которые знают Господа, но живут в неверии в своей повседневной жизни. Они собственными глазами видели зрелищный фейерверк с небес. Их было десять. Одно чудо за другим, когда Бог своей рукой защищал народ Израиля. Но как только они столкнулись с трудностью, они сказали, «Где Бог? Что Он за последнее время мне дал?» Вы могли подумать, что теперь у них огромная вера, способная двигать горы. Вы могли подумать, что теперь их вера в Яхве непоколебима, и ее не сотрясешь никакими трудностями. Но нет. Как только у них заурчало в животе, они вместо того, чтобы сказать, «Бог проведет нас через это», как и раньше, вместо того, чтобы проявить веру, они проявили неверие. Я знаю, что есть христиане, которые снова и снова попадают в яму сомнений. Вот что нужно знать также. Сомнения приходят ко всем нам. Они приходят и ко мне. Но когда вы позволяете сомнению задержаться в вашей голове, вот это очень опасно. Дело в том, что сомнение остается только тогда, когда вы концентрируетесь на нем и смотрите на свои условия, а не на Господа ваших условий. Я говорю вам только то, что говорит Его Слово. Я начинаю хвалить Его и благодарить. Аминь. А вас дайте Богу славу, а не мне. И поверьте, в последние годы я благодарю Господа даже за то, что Он не ответил на некоторые мои молитвы. Я помню, как в 60-х я горячо молился, а Бог мне не ответил. Оглядываясь назад, спустя столько лет, я говорю, спасибо Господи, потому что я не знаю, где бы я был, если бы Он ответил на ту мою молитву. И вдруг вы обнаруживаете, что парите, как орел. Тот, кто отдал нам Своего единственного Сына, не даст ли нам всего для нашего удовольствия? Тот, кто спас вас от ада и от вечного проклятия, тот, кто спас вас от вашего законного наказания, не доведет ли вас до того дня, когда вы увидите Его лицом к лицу? Ну, неужели Он не позаботится о вас и не дарует вам всего, что вам необходимо? Возлюбленные, и в заключении, я призываю вас всегда помнить о том, что промедление Бога не всегда означает, что Бог вам отказал. Но ожидаете ли вы, что Бог исполнит данное вам обещание? Ждете ли вы, что Он избавит вас? А вы ждете, что Он позаботится о ваших нуждах? А вы ждете, что Он выведет вас из ситуации, в которой вы находитесь? Продолжайте ждать. Продолжайте доверять Ему и верить Ему. Продолжайте благодарить Его, потому что Его промедление не означает Его отказ о заботу о вас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok